Сегодня ни одного протокола. Самарцы стали ответственнее и к масочному режиму относятся с пониманием. Говорят, думать нужно не только о себе, но и о тех людях, на плечах которых сейчас основная нагрузка по борьбе с коронавирусом. Потому что я берегу работу наших врачей, чтобы не было лишних заболевших. Я считаю, что это правильно. Всегда нашим. Для защиты, вирожи. Для своей безопасности и безопасности других людей. Все в масках. Такого результата городские власти добивались несколько месяцев. Совместно с полицейскими и общественниками они регулярно проводят профилактические рейды в автобусах, трамваях и метро. Пассажиров без средств индивидуальной защиты просят выйти и составляют на них административные протоколы. Работа у нас по контролю за соблюдением масочного режима продолжается уже второй месяц в таком усиленном варианте. Мы действительно видим результаты. Уже большая часть пассажиров безукоризненно соблюдает установленные требования. Все знают, что болеют все вокруг. У каждого кто-то знакомый или близкий уже там чихает, кашляет. И в таких условиях нужно сделать все, чтобы минимизировать распространение этой инфекции. В масках должны быть не только пассажиры, но и водители, и кондукторы. В противном случае автобус могут снять с линии, а работника уволить. Проверяют не только наличие масок у пассажиров, но и соблюдение социальной дистанции. Пассажиропоток в автобусе контролируется ежедневно. У нас специальная служба работает и мы отслеживаем. На самом деле, если там пассажиропоток увеличен на каком-то подвижном составе, мы добавляем туда оперативно. Рост заболеваемости в Самарской области растет, поэтому сейчас как никогда важно соблюдать простейшие правила безопасности и гигиены, напоминают и медики, и власти. Чаще мыть руки, носить маски в помещениях, транспорте и местах общественного скопления, соблюдать социальную дистанцию. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.